Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пронко. Это реальное время на Финам-ФМ. Сегодня мы вот о чем поговорим с моим гостем. Внешнеполитический приоритет России. С чем и против кого мы дружим, да? И мой компетентный гость Кирилл Коктеж, доцент кафедры политической теории МГИМУ, университета МИД России. Кирилл Ратвич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти. Вот по вашему мнению, у России есть действительно вот такая доктрина, внятная внешняя политика? Или знаете, ситуативно мы решаем возникающие вопросы, возникающие проблемы, в ваш взгляд? Я бы даже сказал, что не ситуативно, а скорее реактивно. То есть в России не существует, и в общем-то сейчас она последние 4 года не существует, и вполне официально единого центра принятия решений. И, соответственно, возможен только компромисс, но не стратегия, потому что компромисс уже исключает стратегию. Ты приспосабливаешься к обстоятельствам, но не пытаешься на них влиять. А с чем это связано, Кирилл? Ну, я бы сказал так. Я вот когда смотрю, уж простите, на Смоленской площади, смотрю вот это величественное здание МИД России, я понимаю, что там тысячи людей трудятся, я надеюсь, защищая внешние интересы моей страны, моих граждан, наших граждан и так далее. А вот это на самом деле не так? Ну, получается, как? И Советский Союз, и Россия включены в мировую экономику через ресурсную компоненту. Это очень неловкое подключение, очень неправильное. Но оно сложилось впервые, даже первое вхождение России в мировую экономику при Петре Первом. Оно тоже было ресурсным, и Россия была поставщиком корабельного леса. То есть это факт? Ну, к сожалению, если бы Петр Первый знал, что он лес мог продавать на порядок дороже, наверное, пошла бы ситуация по-другому, потому что Россия на тот момент была единственной страной в Европе, где корабельный лес еще сохранился, в остальных местах его истребили. Если бы эта информация была, то, конечно, изначальное российское вхождение было бы на других ценах, на других условиях. И, собственно, вот эта вот петровская манера входить, когда слепую на порядок дешевле, чем было возможно, себя продаем, это сохраняется и сегодня. Что с нефтью, что с газом, что с другими ресурсами, по той простой причине, что, будучи ресурсным поставщиком, ты не можешь диктовать ситуацию на рынке, ты не можешь перейти в другой передел. И, более того, у меня нет ощущения, что российское руководство к этому осмысленно стремится. — То есть этот факт надо просто принять и все. — Ну, вопрос в чем? — Повлиять на изменения невозможно. — Общество всегда влияет на изменения. Даже в доисторические времена, всегда, когда народ не устраивал политический курс, находился формат, при котором мнение народа учитывалось. И здесь вопрос, устраивает ли российское общество ситуация, когда, ну, по сути, кроме «Газпрома» и кроме металлоэкспортирующих предприятий, других зарабатывающих деньги в России, по большому счету, нет. — Но это проблема наша. Это проблема не их, да? Не забугорная проблема. Это проблема внутри России. — Естественно, это проблема российского руководства, каким образом сделать осмысленной жизни, ну, примерно 90-100 миллионов россиян, которые не включены в углеводородный бизнес. — То есть получается, что внешняя проблематика стопроцентно коррелирует с внутренней политикой и теми действиями, которые происходят внутри? — К сожалению, да. Мне как-то показали один очень забавный график. Историю роста цен на недвижимость в Москве за последние 12 лет. А рядом положили график, как, скажем так, развивалась цена на нефть. Корреляция получилась один к одному. То есть даже ни одного дополнительного фактора не получалось отловить. Вот скакнули цены на нефть, выросла цена на недвижимость. Пристановились цены на нефть, приостановилась цена на недвижимость. Один в один. То есть, по сути, даже другого способа вложения для денег не было изобретено. — Ну, я все-таки думаю, что кроме внешнеэкономической, вообще экономической составляющей, наверное, есть геополитическая составляющая, да, там, интересы страны, интересы ее национальной безопасности. — Ну, по идее, да. Но, с другой стороны, ведь не только мы вошли во время, в эпоху постмодерна, и Европа, и Штаты вошли в эту эпоху еще раньше. Ведь, с одной стороны, мы можем рассуждать термины холодной войны. Вот как Россия не может договориться с про, по, с американцами. Да, очень серьезная, очень сложная проблема. — Я сам соглашусь, риторика некоторых господ, в частности, господин Рогозин, мне напоминает вот ту эпоху, да. — Абсолютно правильно. Но вот месяц назад мы сидим на семинаре с одним американским генералом, не в России. И, собственно, разговаривая на эту же тему, говорит, ну, в конце концов, ведь вопрос в чем? Чьи хорошие ребята заработают на контракте? То есть вопрос не в реальной безопасности, а вопрос в распределении контрактов. И, собственно говоря, мы оба с ним об этом согласились, что какие бы копья не ломались, что бы ни происходило, но вопрос в том, кто будет те good guys, которые сделают правильные, хорошие деньги. — Все упирается в звонкие монеты. — Да, обеспечивает ту же европейскую безопасность. Это реалии постмодерна, но они начались с 68-го года. Если посмотреть на пафос студенческих волнений в Париже в 68-м году, то, по сути, оно было как? Ведь протест во что выражался? Почему карьеру делают только сынки и дочери богатых людей? А мы перегружены в сложнейшую учебную программу, при том, что наши знания не будут востребованы. Либо упростите программу, либо дайте нам жизненный шанс. Окей, — сказали французские власти и упростили программу. — Наверное, это было проще просто сделать. — Да, да, да. Но все мы знаем историю 68-го года и как эта ситуация расшилась впоследствии. Но, по сути, та же схема остается справедливой не только для Франции, но и для остальных стран современности. — В том числе и России. — Конечно, конечно. — Как неотъемлемые части. — Увы, да. — Ну, хорошо. Вот если мы говорим о звонкой монете, да, и все это все-таки переплетается, я хочу понять с вашей помощью. — Кирилл, вот есть страны, с которыми мы дружим? И если есть такая группа стран, да, ну, я так пафосно произношу под словом дружба. Конечно, я меркантилизм и цинизм подразумеваю, потому как в политике это, по-моему, понятие не просто связано, а являются основой любой внешней и внутренней политики, да. Есть ли такие страны и мотивация этой дружбы какова? — А дело в общем. Ведь международные отношения строятся, и исторически строятся, на обмене достаточно большим количеством капиталов. Это не только материальный капитал, это еще капитал знаний, капитал культуры, иногда капитал власти, то есть, пожалуйста, военное вторжение — это чистый обмен. Сравнивание капиталов власти, силовых капиталов, кого он больше, кого меньше. Так вот, получается, что сегодняшний обмен, он существенно беднее, потому что в мировой экономике вовлечен только непосредственно денежный капитал. Мы практически не умеем оценивать нематериальный актив. — А мы это Россия? — Весь мир. — Это проблема Америки, Европы, России, но при этом Индия умеет это оценивать. И, скажем так, страны с традиционной исламской экономикой, я имею в виду, упаси господи, не Ближний Восток, но в первую очередь Индонезию, где на самом деле экономика построена по исламу. — Малайзию. Там умеют немножко оценивать нематериальные активы. Ведь, по сути, если посмотреть европейский глубочайший кризис 3 века и перевести его в современные термины, и пересмотреть 12 томов Авреля Августина, его исповеди, он, по сути, объясняет, что спасение души может быть рыночно выгодной деятельностью. — Ох, какая вольная трактовка. — Если понимать под спасением души образование, культуру, знания, и, по сути, он на языке этого времени это объясняет. Более того, если посмотреть на те рецепты, которые он дал, где-то в течение 80 лет они вполне воплотились в Византии, и где-то в течение 300 лет они воплощали Западно-Римскую империю, потому что христианство явилось в первую очередь способом оценки нематериальных активов. — Я хочу понять, то есть это монетизация интеллекта? — Видение его в оборот. А как вы еще иначе оцените, насколько человек умный или сумасшедший? Ведь грань всегда очень спекулятивна, и грань лежит в том, что общество готово признавать. — И вы хотите сказать нашим слушателям, что подобная тематика разрешена, как вы сказали, в Индонезии, в Малайзии, в Индии? — Они не отходили от своих традиций, а в рамках индуистской традиции, индуистко-буддийской, или в рамках классического ислама по-разному на эти вопросы решены. Так, в исламе решение самое простое. Оно основано просто на том, что финансовая деятельность не может быть отчуждена об общей экономической деятельности. Поэтому финансист либо выиграет вместе с заемщиком, либо проиграет вместе с заемщиком, но он не может выиграть один. Там есть сложная система привязок, там есть восемь различных схем. То есть исламский банкинг — очень непростая вещь, но при этом его цель, его пафос всего только в одном — не позволить финансисту играть отдельно. Соответственно, в исламе заработок на убытках невозможен. Там возможно не получить прибыль, там возможно прогореть, но невозможно заработать на убытках. То есть то, что типично, скажем, для европейской модели капитализма. А если в индуизме... Американская модель? Да, американская, да, ну по сути. А протестантская, по большому счету. Если брать индуистскую модель, то там существует вообще чрезвычайно интересная ситуация, когда деньги являются производным от культуры даже, не от власти, не от покупательной способности. Но по сути, ведь любая экономическая система, человек зарабатывает деньги, завоевывает власть, по большому счету ради одной главной вещи — получить статус в обществе. Потому что статус предполагает возможность распоряжаться всеми ресурсами общества. То есть неважно, ты можешь быть, скажем, монахом и формально не иметь права собственности, но ты имеешь право управлять. А это гораздо больше. То есть Папа Римский формально он нищий, но реально... Формально. Да, но реально он управляет, не владея, он управляет. Это старая дилемма, что лучше, владеть или управлять. Так вот, там и решен вопрос пользы управления. То есть не надо владеть, надо управлять, и ты все получишь. И при ситуации, когда ты можешь управлять, а как оно существует, скажем, в Индии, получается поддерживать баланс различных капиталов, получается делать выгодным, причем чрезвычайно выгодным, капитал образования, капитал культуры. Потому что ведь по сути любой рынок имеет два конца. Это не только качество товара, но это качество потребителя, который может этот товар оценить. Вы можете... И его финансовая возможность. Ну, в общем-то, да. Но это вытекает из возможности оценки. То есть если вы покажете живопись, скажем, возрожденческую, ничего не знающую аборигену, для него она будет равна этикетке от конфеты. Я правильно понимаю, что в Европе и в Америке реализована принципиально иная модель? К сожалению, да. Не то, чтобы она сознательно реализовывалась, она была наиболее простой. То есть по сути, оценить нематериальные активы в Европе и Америке вы можете только через эксперта. А эксперт легко покупается. И тут возникает дилемма, что я знаю, что вот это вот круто, просто потому, что вот какой-то вот дядя вот сказал, что да, оно на самом деле так. У меня у самого нет способности это оценить. Ведь если посмотреть на историю введения в оборот, ну скажем, такого нематериального актива, как культура. Это связано с определенной фамилией, связано с фамилией Медичи. Чрезвычайно интересная история возрожденческая. То есть Медичи были обычными капиталистами. Единственное, что у них хватало чутья не расширять ни в коем случае свой рынок. Они держали свой сбыт, они держали производство, не поднимали уровень производства. И у них скапливались довольно большие деньги, которые нужно было куда-то как-то инвестировать. Какой-то из Медичи решил, что давайте мы попробуем эти деньги тратить на скульпторов, художников, архитекторов. И вдруг что-то с этого получится. И к моменту появления Лоренца Медичи это продолжалось уже где-то три поколения. Когда он попросил сообщить своих бухгалтеров, а что у него с финансами... Каков баланс? Да, ему сказали, вы знаете, ваши предки, ха-ха, потратили раз в четыре больше денег, чем у вас осталось. Он сказал, ну мои предки были гении, они знали, что делали. Продолжаем в том же духе. Что он имел в виду, стало понятным уже лет где-то через десять. По сути, за несколько поколений, примерно лет за сорок, вот пока это длилось политиками Медичи, они вырастили из населения Флоренца, поскольку все оставалось на общий обзор, они вырастили взыскательнейших ценителей культур, которые с первого взгляда могли сказать, вот это вот что-то стоит, либо не стоит. Вот это классно, либо пардонно. То есть это взращивалось фактически. Да, они вырастили рынок. Они вырастили рынок со стороны потребителя. И вырастили настолько прочно и надежно, что мы до сих пор живем на том запасе, который создали они. Кирилл, ну вот вы, мне потрясающе, я думаю, нашим слушателям вообще крайне интересно слушать ваши исторические эти респективы. Я еще раз говорю, крайне интересно. Но применительно к нынешней ситуации России. Ну, применительно к нынешней ситуации. Россия, Америка, Европа. И нашего местечка, да, где мы его, собственно. Да, к сожалению, утратили возможность выращивать или инвестировать в человеческий капитал. И Европа, и Россия. И Европа, и Россия, и Штаты. Причем Европа даже, наверное, немножко раньше. То есть получилось, что если... Ведь инвестиции в человеческий капитал всегда вечно более проблемные. Ты не знаешь результата. И по сути ты можешь инвестировать. И высокие риски. Да, и слишком велик срок инвестирования, это 10-12 лет как минимум. И ты можешь вложиться в человека, в способность изобретать... Я думаю, ты даже его очень скромный в период назвали. Мне кажется, лаг может быть значительно больше. Да, на минимальное получается. Ты можешь вложиться в выращивание способностей изобретать, но человек может ничего не изобрести. А вкладываться в большое количество людей, чтобы вылезти на статистической вероятности. То есть понятно, что в любом случае, если ты вкладываешься в какой-то массив, в тебя уже не важно, талантлив либо бездарен отдельно взятый человек, в среднем ты получишь какой-то результат. Но у частного капиталиста нет столько денег. И ему всегда выгоднее, чтобы кто-то для него это готовил. Исторически было каким образом решалась проблема. Первый раз она решалась во Франции, кстати говоря, в эпоху зарождений капитализма. Когда всем потребовалась квалифицированная рабочая сила. Но каждый из капиталистов понимал, что если я ее выращиваю, то я сволочь, мерзавец, кнут и вообще страшный насильник над свободными французскими крестьянами, которых я почему-то превращаю в рабочих. Что они сделали? Они все сбросились. То есть, по сути, в налоговую систему был введен налог на образование. А государство было вменено в особую обязанность обучать всех бесплатно, по крайней мере, начальной французской школе. То есть, прививая минимальные навыки дисциплины, минимальные навыки знаний. Где, по сути, государство над деньгой капиталистов стало воспитывать общество. Мне на самом деле это напоминает и британский опыт. Как выкорчевывалось тоже крестьянство фактически. Абсолютно то же самое. Да, то есть, вот вы рассказываете, да, я вспоминаю одну из работ, которые не так давно я читал, и у меня такое чувство, знаете, как... Я где-то это уже слышал, да, где-то я это проходил, но применительно не к Франции, а к Великобритании, да. Да, 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 и то есть, исторически получалось, что государство отвечало за качество человеческого капитала. Иногда это получалось очень здорово. То есть, скажем, в том же Советском Союзе, где по идеологическим причинам невозможно было разделение культуры на элитную и простую, оказалось государству вынужденным, пускай совершенно того не желая, доводить качество обычной культуры до культуры элитной. То есть, по сути... Ну, и пытаться, по крайней мере. Ну, водораздела не было, поэтому невозможно было сказать... Да, заценить, где одно заканчивается, где начинается другое, да. Вот, очень хотелось бы, но не получалось, потому что стоял идеологическое табу. Иногда получалось не очень, но так или иначе государство эту функцию выполняло. Сегодня государство эту функцию выполняет все хуже и хуже. В рамках мировой экономики непонятно ради чего. А может быть тогда вот эта концепция, да, как вы говорите, и Европа, и Штаты, и Россия, может быть, это и должно стать таким объединяющим, цементирующим звеном для наших стран. Вот есть тема, да, есть проблема. Ее надо разрешать. В мире крайне конкурентном, да. И все прекрасно понимают, что если до 21-го столетия мировым эпицентром была, безусловно, Европа, ну, под Европой, конечно, и Штаты, да, это все-таки производная от Европы идет, то ваши же коллеги начинают все больше говорить о перемещении этого центра, да, в азиатскую часть. Я, правда, не думаю, что это форсированное и очень быстро произойдет. Мне кажется, этот процесс займет очень длительный временной лаг. Но, тем не менее, конкурентный мир, да, где многие процессы, которые решались, я не знаю, там, десятилетиями, столетиями ранее, да, сейчас это все на раз, что называется, может происходить. Да, и дело в том, что конкурентный мир, в том числе, предполагает слабую способность друг другу доверять. То есть, теоретически, да, Европа, Россия, Штаты, идеальные сегменты одного целого, по крайней мере, Россия и Европа, так точно, где они могли бы сложиться в какую-то евразийскую конфигурацию, евро-азиатско-атлантическую конфигурацию. Ну, если кому-то режет слово азиатско, просто европейская, пусть будет конфигурация такая. Но уровень взаимного доверия на сегодня настолько низок, что, как мы видим, он даже не позволяет двухходовые комбинации. Одноходовые позволяют. А это доверие, оно обосновано? Или это, знаете, как, ну, миф, да, там вот какая-то предубежденность изначально, наслоение из поколения в поколение. Я просто хочу понять, да, почему это возникает, и возможно ли расщепление, да, то есть, ну, пусть постепенное, но все-таки вот взаимоинтеграция, взаимодействие. Либо при появлении угрозы, которая всех объединит, ну, что это один фактор объединения, либо при... Что, кстати, проходили уже. Да, либо при появлении качественной, ну, либо идеологии, либо религии, то есть той системы ценностей, которая позволит договариваться. По той простой причине, что в рамках потребительской экономики договориться невозможно, что в ней индивид главный. И индивид существует ради потребления. Соответственно, союз двух индивидов в рамках экономики потребления уже он довольно тяжел, потому что то, что потребит один, не потребит другой. Уже здесь есть зашитый конфликт. Соответственно, необходимо производить какие-то надоиндивидуальные ценности. Сегодня в рамках потребительской экономики в голом виде нет. Есть архаичная ценность, это ценность безопасности. И она, в общем-то, эксплуатируется более или менее широко, потому что ради безопасности, да, индивид готов поступить со многим и готов реализовывать надоиндивидуальные цели. Даже здесь не нужно долго объяснять, это понятно само собой. А вот позитивные цели, то есть ради чего-то хорошего, как вот ради космоса, ради каких-то других жизненных смыслов, с этим очень тяжело. С этим, к сожалению, все нелегко только в Индии и самое смешное, что в Индии было в Китае. Вы противопоставляете фактически, скажем так, потребительскую экономику, экономику милитаризированную, мобилизационную, да, то есть вы их противопоставляете, получается, так. И это единственная мерила, которая может объединить? А это разное, конечно. Дело в том, что если посмотреть на то, как Штаты стимулировали мировую экономику, это как раз-таки балансирование между этими двумя плюсами. А с одной стороны, с помощью кредитов, с помощью переноса завтрашнего спроса в сегодняшнее потребление, стимулирование потребления. А с другой стороны, это пока был Советский Союз, это поддержка good guys, хороших ребят против плохих парней. И в этом плане Европе не нужно было убеждать, что вот нужно взять и платить за американскую безопасность. Это само собой разумелось. И, собственно говоря, распад Советского Союза являлся, в том числе, крахом совершенно замечательного американского бизнеса. Почему я не верю, когда говорят, что Штаты развалили Советский Союз? Вот такой бизнес не разваливает. Да, 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 я с вами полностью согласен. То есть здесь существует... И не только эта причина, да, и были и другие признаки, которые подтверждают, что они не причастны были точно. Ну, по крайней мере, не держали руку на пульсе. То есть дальше можно было раздувать щетки, говорить, что это я великий и могучий, но на самом деле причины-то были внутренние. То есть низкое качество элит, которые решили почему-то, если брать тот же конфликт, имея замечательный ресурс и способность управлять, почему-то решили владеть. В итоге разменяли огромный ресурс по совершенно непропорциональному и несправедливому курсу. Я правильно вас понимаю, что вопрос вот такого сближения, взаимоинтеграции России-США-Европы, ну, как вы говорите, Россия-Европа в приоритете, ну, а США все-таки это, как ни крути, локомотив достаточно мощный, при всех кажущихся и реальных проблемах, которые там существуют. Но это все-таки в теории, Кирилл, да? На практике маловероятно. На практике вопрос, на каком культурном языке мы найдем общий язык. К чему мы сможем редуцироваться. Но это вопрос к элитам. А мне кажется, наша российская элита объективно тяготеет именно к западничеству. Разве нет? Ну, в общем-то, да. Есть открытые признаки, скрытые признаки, да? Я не хочу там уподобляться популистам, которые говорят, у них там все в офшорах, а дети учатся в известнейших мировых университетах, да? Ну, есть и соответствующие записи в Твиттерах, так что почему нет? Проблема российской элиты, что на самом деле, погнавшись за способность управлять, вернее, способность увладеть, она теряет способность управлять. И в этом плане, да, это тревожный симптом. Причем, в общем-то, если посмотреть на размах аналогичных процессов в европейских странах, это размах гораздо меньше. То есть здесь, скажем так... А чем это обусловлено? Возможно, тем, что сколлапсировав советская идеология, не породила ничего другого. То есть не возникло других ценностных интегративных оснований. Ведь если брать ту же Европу, да, там, в общем-то, все тоже тяжело, но там были свои культурные основания внутреннего доверия. Соглашусь. И было понятно, то есть там не происходило такого радикального разрушения. А если ты что-то рушишь, то что-то нужно взамен строить. А без этого, так как хорошее я слыхал сравнение по поводу Горбачевских реформ, говорит, почему Горбачев думал, что Советский Союз должен вот так вот реформироваться, если он рушил идеологию. Вам нужно перелить воду с одного стакана в другой. Вы берете, разбиваете стакан полной воды, потом ждете, пока вода соберется в другом стакане, который стоит рядом. Абсурдно, но реформы по механике были примерно такие же. То есть если вы взяли и разбили те интегративные основания, которые были, очень глупо... Но в запасе не имели еще одного стакана? Ну так, если продолжать вот это образное сравнение... И даже если имели, вы не подумали, как воду в него налить. Если брать тот же Китай, ведь посмотреть на китайские реформы. Китай, посмотрев на Советский Союз, очень много взяв от Косыгинского плана реформ, который был написан еще в Кас-52... Ну, говорят, очень много переоценки идет сейчас по господину Косыгину или товарищу Косыгину, да? Но... Но тем не менее, это была попытка реальная, да. Но самое главное, что Китай сделал с коммунизмом? Китай в какой-то момент стал объяснять населению, что коммунизм это еще мелко частная собственность. Потом он стал объяснять, что коммунизм это еще и средняя частная собственность. Дальше сегодня он объясняет, что коммунизм... в одной и той же стране, и для него эта страна просто динамично и творчески развивается. Он не говорит, что коммунизм плохо. Он говорит, мы коммунизм сделали китайский, мы его переосмыслили. Он живет вместе с нами и так далее. Кирилл, ну мы же с вами понимаем, что здесь такое умелое, я бы сказал, да, я с вами соглашусь, ювелирное жонглирование, да, вот этими понятиями. Осознание вот того интеллектуального... Чтобы никто не обижался, да? Но осознание интеллектуального уровня низов, в хорошем понимании этого слова, да? Это попытка зарядить или перезапустить, да, те, казалось бы, ну коммунизм, коммунизм, да? Маркса уважаем, уважаем, Ленина уважаем, уважаем. Мао Цзэдумов, уважаем, всех уважаем, да? Но фактически ведь можно говорить, у меня... Я очень часто приводил пример, привожу моим слушателям, у меня в кабинете стоит там масса книг, и одна из них называется «Краткая история неолиберализма». Сейчас я вот поясню для слушателей в первую очередь, да, причем здесь Китай. На самом деле на обложке этой книги 4 фотографии. Неолиберализма... Ну, отцов и матерей, скажем так, неолиберализма. Я думаю, вы прекрасно догадались, какие портреты там. Это Рональд Терреган, это Маргарет Тэтчер, это Аугуста Пиночетт, и четвертый портрет Дэн Сяопин. Разумеется. Ну, то есть вот она, как открытие, вот так открывается эта шкатулочка. Да, да, да. То есть вопрос, ну ведь на самом деле конфликт же стар, как мир. Если ты концентрируешь все ресурсы в государстве, как писал Платон, и в итоге у тебя получается, что государство вынуждено стать выразителем всех идей, чьи они частного человека. Одна крайность. Другая крайность. Когда ты ресурсы берешь и все даешь индивиду, и он полностью тратит все ресурсы самостоятельно. Но государство возникает слабо и может забирать ресурсы только на оборону. Диоген Синопский, вторая крайность. Дальше существует... То есть на самом деле все это уже когда-то было. Дальше существует Аристосель, который объясняет, что, в общем-то, если есть правая рука, ты не отрезаешь левую, а пользуешься обеими. Если у тебя есть две ноги, то проще ходить, опираясь сначала на одну, потом на другую. Когда-то нужно, чтобы доминировало государство, перераспределяя ресурсы на инфраструктурные проекты. Когда-то нужно, чтобы доминировал индивид и доминировало частное потребление. Что, в общем-то, является здоровым состоянием любого общества. Нужны обе ноги, нужны и то, и другое. То есть сбалансируйте. Конечно. И тогда, в общем-то, успех будет достигнут, или компромисс будет достигнут. Конечно. Более того, уже на уровне Аристотеля были расписаны алгоритмы, как это нужно сделать. А дальше понятно, что каждая эпоха формулировала те вещи либо осмысленны, либо не очень осмысленны, но под себя. Но принцип тот же самый. Если хочешь шагать, то надо иметь две ноги. Вот смотрите, хотел вас спросить о том, что может ли европейский, американский опыт западных, западной цивилизации, обобщим ее, да? Иудея-христианская цивилизация, еще есть такое понятие, да? В общем-то, оно обобщает многие вещи. Ну, как-то споткнулся, и, знаете, у меня возникла такая мысль. Европа, и даже, как это не кощунственно звучит по отношению к Америке, заигрались с ролью государства. Переиграли. Понимаете, вот я анализирую события до 2008 года, да? События 2008 года. Говорят, сейчас мы являемся свидетелями возможной второй волны этой рецессии или всемирного мирового экономического кризиса. Вот я убежен, Кирилл. Вы можете со мной не согласиться, когда приведите свои аргументы, да? И это связано именно и с нашими общенациональными и внешнеполитическими интересами. Во всех случаях государство стало выполнять несвойственные себе функции, раздувая государственные расходы. Там мотивация может быть разная, да? От 14-й заработной платы в Греции до, я не знаю, необходимости военной операции против Саддама Хусейна, да? Ну, то есть у каждого будет своя там мотивация. Но принцип один. Государство увеличивает расходы бешеными темпами. Абсолютно точно. В 2008 году это провоцирует затем экономический кризис, с грохотом падения Лемон Бразерс, да, как становой такой хребет, один из становых хребтов мировой экономики. Когда говорим о американском, все-таки это фактически уже транснациональные компании, да? Затем государство начинает забирать проблемные активы, выкупать проблемные активы, проводит применительно к Америке две программы количественного смягчения, да? Сейчас вот, может быть, еще там будет в какой-то вариации предложение. И мы оказываемся перед ситуацией страновых дефолтов, когда государства, жившие, ну, может, не десятилетиями, там надо смотреть дифференцированно, да, по странам, но годами не по своим доходам, да, не вот по той модели, которая бы покрывала расходную и доходную часть, да, балансировала то, о чем вы говорили. Плюс, вот вы говорите, не интеллектуальная интеграция, не их монетизация, да, в конце концов, тот же Apple, он один-единственный на сегодняшний день, надеюсь, что появится еще кто-то, да. По крайней мере, китайцы прилагают к этому усилия. Ну, не думаю, пока безуспешно, вдруг что-нибудь у них получится. И дальше, вот смотрите, мы вступаем то ли во вторую рецессионную стадию, то ли в какой-то просто кризис продолжающийся, то ли это вообще, это, знаете, как одна линия на самом деле идет. Просто мы все хотели, что вроде как линия оборвалась и кризис закончился, а может быть, кризис и не заканчивался, да. И я в этом всем веню, Кирилл, я к чему? Заигравшееся чиновничество. Сейчас я даже в меньшей степени говорю о России, здесь, правда, диагноз не сильно отличается от мирового тренда, да. Но мне нравится формулировка Маркса. Государство — частная собственность бюрократии. Вот, по-моему, это воплотилось в жизнь. Оно, да естественно. Более того, я просто, я соглашусь со всеми утверждениями, я просто добавлю одну вещь. Что если бы государство не увеличило расходы, то экономика бы коллапсировала бы сразу. А так у нее был какой-то цикл имитации жизни. Потому что, по сути, то, что вы описали, это практически новый курс Рузвельта, который сводился к увеличению государственных расходов, раздувания любой ценой. Смотрим мемуары Маккормика, помощника ГУС-секретаря, когда он прогнозировал коллапс мировой финансовой системы уже где-то к началу 60-х. Но тут случилось, скорее, и спасла нас. Потому что получилась возможность проинвестировать в войну, проинвестировать в безопасность. И таким образом еще... То, о чем вы говорили выше, да? Мобилизационная экономика. Да, и получилось снова провернуть колеса, вот эти заржавевшие колеса мировой экономики. Потому что на самом деле получилась какая вещь. Частное домохозяйство на сегодня, и американское домохозяйство, если брать его как единицу потребления, оно закредитовано. В среднем долговая нагрузка выше математической способности долг вернуть. И получается, я тут процитирую Пола Кругмана, которому, ну, понятно, что, когда ему попросили заявить, что кризис закончился, он, понимая, что Нобелевский лауреат имеет много обязанностей, сказал, что, конечно, кризис закончился. Но дальше у него берет профессионал вверх, он говорит, если кто-то думает, что мировая экономика будет развиваться за счет спроса, то это в том случае, если спрос будут генерировать инопланетяне. У меня сложное отношение к Кругману, да, несмотря на то, что он лауреат Нобелевской премии. Мне, если разбирать экономическую теорию, близок другой лауреат Нобелевской премии, Милтон Фридман, да, то есть это человек, который, я думаю, высказывал в свое время правильные мысли, которые применимы и к нынешней экономике. Но Кругман имеет право на свои суждения, и действительно, у него есть тоже своя правда жизни. Да, у нас получается какая парадоксальная вещь, что кто, если не государство, кто-то ложен сгенерирует спрос. Ведь почему государство берет на себя функцию? Можно говорить, да, они хотят попилить, они хотят перераспределить заказы своим людям, оно все так. Причем, я поясню слушателям, это не относится не только к России, это относится вообще и к другим западным. В первую очередь, к штату. Там тоже пилят. Посмотрите на корпорацию Халибертон, к учредителям которой семья Буша и семья Маккейна, главный поставщик армии Соединенных Штатов. Посмотрите на другие замечательные корпорации, там, сказал, с Пармалатом, Виталием, ну и так далее. Мы в каждой стране можем найти... Есть принципиальное, Кирилл, отличие. Я с вами категорически соглашусь, но есть принципиальное отличие. А. Демократия. Б. Свобода слова. В. Эти люди, мы же узнали обо всем этом, в какой-то момент, и про эту компанию, и про эти делишки, которые Чейни проворачивал, и вообще это семейство. Можно сказать, что это демократия, свобода слова. А, принято, к России у нас как-то вот... Тут есть такая вещь. Я соглашусь, но можно объяснить через демократию, свободу слова, можно объяснить... Безусловно, я обобщаю, да? Через наличие здоровой конкуренции. Потому что не народ... Согласен, демократия, свобода слова, конкурентная экономика. А те конкуренты, которые, соответственно, оказались возмущены, как их цинично и нагло обошли на повороте. Потому что в ситуации... Ведь всегда у нас получается как? Что элитные группы в любой эпоху, в любое время, элитные группы всегда предпочитают договариваться друг с другом. Как писал Мишель Фуко, замечательная совершенно вещь, говорит, что, ребята, не считайте ничего по цензу бедности, его не бывает. Развитие любой страны зависит от цен за богатство. Потому что элиты определяют ту норму богатства, до которой им еще безопасно оставаться элитами. Потому что как только они переберут, возникает опасность получения реакции со стороны общества. Поэтому уровень богатства определяет уровень стабильности и направления развития общества. Не уровень бедности, теоретически он может быть любой. Так вот, получается, что этот уровень... Ну, разная историческая планка у нас возникла в Европе, разные в Штатах. Но получается, что апелляция к обществу как участнику процесса, к которому говорят, что вообще, а вы тоже поучаствуйте, рассудите, возникает только тогда, когда возникают глубокие внутриэлитные конфликты. И когда обе элитные группы понимают очень хорошо, что война будет губительной для них всех. Для одной, двух, трех групп. То есть, когда групп... Да, могут тогда садятся за стол переговоров и пытаются за плотно закрытыми дверями найти компромисс? Плотно закрытые двери не предохраняет. То есть, общество как арбитр, это поражение элит? Нет. Это, скажем, традиционная схема, которая была внедрена еще первый раз, когда внедрялось православие Константином. Ведь православие интересная очень вещь. И власть светская, и власть духовная, на самом деле, является объектом оценки со стороны общества. То есть, почему Россия чрезвычайно трудноуправляемая страна? Потому что при совершенно другой архитектуре остановки базовые остались православными, когда каждый понимает, что он-то сам понимает, как надо. И в этом плане власть должна угадывать, как уже к ней отнесется общество. Я не так давно закончил читать книгу «История православной церкви» о протеерея Александра Шмемана. Потрясающая работа. Казалось бы, о духовном, да, о богословских спорах, о том, как это все происходило. Действительно, может быть, с позиции 21 века это сложно понимаемо, потому что уж слишком мы отличаемся, да. Ну, разные знаковые системы. И разные знаковые системы. Но на самом деле и там речь во многом упиралась в экономические проблемы. А она всегда упоминается. Ведь вопрос... Обеспечение лояльности и так далее, и так далее. Абсолютно правильно. Ведь вопрос того же византийского богословия, если перевести в современную терминологию, это была политическая журналистика. Ведь политика — это деятельность по изъятию общества части ресурсов и распределению изъятого на общенародные цели. Но не всегда удавалось государству сбалансировать ситуацию. А тогда оно зарыбалось, когда не могло сбалансировать. Сколько угодно примеров поражали. Согласен. Тогда просто происходил переход на мобилизационную экономику и подавлялось то, что не интегрировалось. Либо находились те элиты, которые перехватывали контроль. То есть таких примеров тоже во всей эпохе вполне достаточно. То есть всегда зависит от того, есть ли ради чего, и есть ли какие-то направления развития. Потому что вот проблема сегодняшнего дня, что в рамках потребления стимулы для мобилизации довольно слабые. И вот это постепенное ослабление стимулов мы последние лет 40 и наблюдали. Вовсеместно. Когда все превращается как бы немножко понарошку. Как в том анейдоте. Если ты еще раз это скажешь, я тебя ударю. Считай, что сказал. Считай, что ударил. Я напомню нашим слушателям. Сегодня у нас в реальном времени Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМУ университета МИД России. Кирилл, ну вот вернусь. Вы сказали о том, что американские домохозяйства это абсолютно справедливо закредитовано. Возможность потребления имеет все-таки свойства и ограничительные. Но я в этой ситуации, может быть, это кому-то покажется очень жестким, если не жестоким. Я за банкротство. А что делать? Банкротство всего на всего. Вот, понимаете, я оцениваю банкротство, да, как начало выздоровления. Можно сколько угодно продолжать лечить экономику, а в данном случае домохозяйство, да, какими-то преференциями. Давать очередные льготы. Или списывать, брать Центробанком на свои балансы эти проблемные активы, да, а потом все равно с ними надо что-то делать. Конечно, можно банкротить. Но дальше возникает вопрос, а что делать китайским рабочим, которые производят товары, чтобы их потребили эти самые домохозяйства? Стимулируете внутреннее потребление? А, невозможно. Нет, я с вами согласен, на самом деле. Просто я сейчас как бы над схваткой становлюсь и говорю, значит, вы банкротите, а вы тогда стимулируете внутреннее потребление. А, не получится. Китай, если начнет стимулировать внутреннее потребление, он получит революцию масштабную очень быстро. То есть вы там убеждены? А, дело в том, что простая статистика. Если Китай увеличит долю урбанизированного населения, то уже в мире во всем будет продовольственная катастрофа, потому что при переезде деревни в город потребление человека мяса вырастает 6 раз. Дальше посчитайте, сколько нужно энергии для того, чтобы... Сухие цифры. Да, да. Дальше нужно, сколько нужно. Ведь 1 килограмм зерна в наших условиях... В наших условиях, пардон, 1 килограмм мяса. Это 6 килограмм зерна. В европейских 1 килограмм мяса это 12 килограмм зерна, который потрачен на фураж, на выкармливание соответствующего животного. Поэтому дальше получается, на зерно нужно топливо, нужна энергия, нужны площади, нужна вода. Этого нет. А китайцы это прекрасно осознают. Да. То есть здесь невозможно. Если оно пойдет, то в итоге мы все окажемся... Вот в Китае был не урожай, плюс землетрясение в провинции Сычуань, которое снизило китайскую способность получать урожай примерно процентов на 25-30. Потому что разрушилась традиционно древнейшая ирригационная система. Восстановить ее сегодня просто нет физической возможности. И получается, что Китай судорожно тут же, если вы заметили, скупал в последние годы заливные поля где угодно. В Латинской Америке, в Африке. Просто понимаешь... У меня было такое чувство одномоментно. Знаете, на смычке 2008-2009 года, что китайцы вообще все скупают. Все, что лежит, не лежит. А уж если плохо лежит, то точно там китайцы появляются. Призрак голодной гражданской войны на самом деле в Китае начал витать. И если Китай двинется в сторону урбанизации, этот призрак выходит в реальность на пространство. Он становится разрушительным чудовищем, которое просто будет все разрушать. Поэтому на сегодня внутреннее потребление в Китае будет проблемой глобальной, а не китайской. Точно так же, если в Штатах, вот американское домохозяйство, которое сегодня является единицей потребления. То есть, по сути, весь мир производит, чтобы американцы хоть что-то потребили. То есть, в этом плане банкротство домохозяйства будет лишением рабочих мест. Кого-то здесь, кого-то в Европе, кого-то в Китае. То есть, по сути, вся система порочна. И главная проблема в том, что пока общество... То есть, понятно, что самотек, он и долго развиваться так не будет. Банкротство просто ускорит процесс гибели, но дальше нужно понимать, а что будет на следующий день. И как можно строить. Вот таких конструкций пока не предложено. Вернее, я так здесь, смотреть на наши элиты, я смотрю, что... Такая интеллектуальная импотенция? Ну, все конструируют термевозможность. С одной стороны, значит, это бесконечно может продолжаться. Хотя, я думаю, концовка есть у любого процесса. Концовка, даже если посмотреть Чарльза Нэннера, он отвел на этот процесс где-то не больше года. Это бывший главный аналитик Голдман Сакс, который, выступая на Fox News, сделал беспрецедентный совершенно слив. То есть, когда главный аналитик Голдман Сакс, а Голдман Сакс-то чуть-чуть посерьезнее, чем правительство Соединенных Штатов. Если он, соответственно... Пнули, пнули, хорошо. Но, в общем-то, объективно пнули. Банк, который все-таки имеет представительство 20 правительств мира. Если его главный аналитик, по сути, заявляет, что, вы знаете, вот те, кто у меня за спиной планирует развязать Третью мировую, чтобы чуть оздоровить экономику, то это, по сути, а это открытое заявление на канале Fox News, то это означает, что, во-первых, такие планы есть, во-вторых, чудовищно громадного влияния Нэннера недостаточно для того, чтобы на эти планы повлиять, и он, по сути, обращается с призывом, с поддержкой и за союзничество. То есть, вы, другими словами, хотите мне сказать, что выход из этой ситуации нашим слушателям, это развязывание, ну, я помягче все-таки скажу, некого военного конфликта, да, который бы вновь приступил к мобилизации этих ресурсов, которые сейчас есть. Сам это не выход. Это самое простое, и это угроза, потому что это, опять же, угроза, которая существует следственной некомпетентности элиты. Потому что любой военный конфликт, это просто игра в упрощении системы. Мы берем и признаемся, пардон, интеллектуальной потенцией, и пытаемся сломать систему, чтобы она была более простая под наш уровень понимания. Ну, это как-то... И в этой мутной водичке пытаемся порывачить, да. То есть, это момент нарушения правил, да, это не игра за столом, это выхватывание дубины, попытка дубины просто поколоть некоторое количество тех конкурентов, с которыми иначе справиться не можешь. На самом деле, есть и огромное количество других выходов. Если посмотреть на те же лондонские планы, там, в общем-то, вынашивается очень интересная конфигурация, которая сегодня пока обсуждается в различных, в общем-то, клубных форматах, но там есть от Евразийской империи, либо Евразийской монархии, до самых разных других. В Америке в самой же, под эгидой Кандализа Райс разрабатывается концепция нового индустриализма, которая, с другой стороны, не может быть никакой другой, кроме как изоляционистской. Мы тоже понимаем, что никак иначе индустриализм в Америке не закончится. Ну, если внимательно даже посмотреть за некоторыми выступлениями господина Обамы, это прослеживается уже. Да, да, да. Дальше у нас, получается, Путин заговорил о реиндустриализации. То есть, очевидно, те же самые веяния, когда понятно, что дальнейшая включенность России в мировую экономику в сегодняшнем формате позволит, скорее, больше потерять, чем выигрывать, и что пора немножко как-то вот дистанцироваться, чтобы можно было, немножко закрыв границы, и, там, побаловавшись с протекционизмом, либо злоупотребив протекционизмом, тут уже как оно будет, но сделать осмысленным и выгодным, там, производство огромного количества вещей, которые сегодня просто невыгодно производить, потому что есть Китай, который их все делает. То есть, в этом плане мысли в элитах есть самые разные, но пока они не слились в концепцию. То есть, вот пока вот есть американское творчество, есть китайское творчество, которое сводится, вот мы как раз в рамках работы на аналитический центр переправительства РФ, мы исследовали антикризисные концепции, которые возникли в странах БРИКСа, и там возникла очень интересная вещь, что концепция, скажем так, того, что делается мировой экономикой, возникла в Индии и в Китае, но не в одной-другой странах БРИКСа. И в Индии у нас возникло сразу две концепции, одна залиционистская, которая просто обусловила... В Индии? Да. Она обусловила внутреннюю эмиссию. То есть, по сути, с началом кризиса в Индии возник тренд, что Индия достаточно великая страна, которой Голден Сакс объяснил, что она тоже будет в центре нового мира, она великая достаточно, чтобы самой решить проблемы, скажем так, спасения тех бизнесменов, которые попали из-за кризиса. Зависимость от экспорта в Индии невелика. Индия все-таки индоориентированная страна, рубья привязана к внутреннему спросу. В итоге она играюще спасла своих бизнесменов, на самом деле расширив внутренний спрос. Потом, понимая, что расширять потребление невозможно, им нужно расширять именно производство нематериального ресурса и спрос на него, она уже где-то через 8 месяцев, то есть к концу 2008-2009 году, распространила бесплатное среднее образование на несколько сот миллионов индийцев. То есть вещь по российским понятиям нереальная, да, то есть вот бесплатно 300 миллионов человек введены в систему образования, которые до этого были безграмотные, потому что сказали, что 61% безграмотности, пардон, грамотности для будущей великой страны, это недопустимо. И через год после этого запустила 40 новых университетов. То есть она начала производить умных людей в огромном количестве, исходя из того, что чем умнее человек, тем больше емкость внутреннего рынка, тем больше можно наращивать экономику за счет нематериального потребления. То есть в этом плане индийский расчет, ну, когда он базируется на тысячелетней традиции, но он удивительно прагматичен, удивительно точен. Тем более, что при индийском изоляционизме это вполне можно сделать. Это был первый концепт БРИК. А второй концепт, который Индия стала готовить в качестве модели глобальной экономики от Индии, он вызревает, он сейчас активно формируется, но Индия рассчитывает, что лет через 20 он потребуется не раньше, чем лет через 20. Потому что ей нужно время, ей нужны люди, чтобы это выработать. Но это очень интересные концепты, то есть те вещи, которые уже всплыли, это предложение индийское о запрете аморального протекционизма и разрешении морального. То есть аморальный протекционизм, например, когда, процитирую, когда полмира гибнет от вируса гриппа, а фармакологические производители не дают возможность выхода на рынок мелким производителям. То есть, соответственно, аморально наживаться на здоровье. Ну и так далее. Вот эти концепты, которые вырабатываются, которые она пока не спеша, но рассчитывают, что лет через 10-15 она сможет в каком-то формате... Ну, в общем-то, может быть, это и справедливо, да, не форсируя. Не форсируя. И китайский концепт, который сводится просто к тому, что штаты потеряли лицо, но Китай вынужден финансировать вот этого вот потерявшего лицо злодея по той простой причине, что иначе вот будет все тяжело. Ну, а выход логичный, что Китай, как ответственная страна, должна в любом случае хотя бы, ну, не в режиме Чемерики, но, по крайней мере, до той поры, пока вот этих варваров нельзя будет избавиться, контролировать то, что происходит с мировой экономикой. При том, что Китай, по сути, страна к глобальному управлению совершенно не готова. То есть она... Да, я с вами помню. И потом китайцы сами неоднократно об этом заявляли. Они в этом... То ваша головная боль нам даром не нужна. Да, да, то есть, ну, на самом деле, китайцы объясняют в детстве, когда он рождается, что Господь Бог слепил человек из глины, и поскольку глина непрочная, он стал этот материал обжигать. Первого он пережарил, он получился черный. Второго он недожарил, он получился бледно-розовый. А третий человек получился с румяной желтой корочкой. Кирилл, подождите, вот я хочу... У нас просто не так много времени остается, да? А как реагируют на это Соединенные Штаты? То есть, ведь они прекрасно осознают, да, они так же анализируют, они так же мониторят, они отслеживают, я думаю, по полной просто программе те концепты, которые разрабатываются и пытаются внедриться там в Китае, в Индии, да. Я думаю, они мониторят вообще везде. Ресурсов у них для этого достаточно, и опыта тоже. Какова их реакция? Они понимают, что это вызов им? Или они так... Я не думаю, что они философски к этому относятся. Как любые элиты, американские элиты, очень разнородны. То есть, есть... То есть, там нет такого единства, единого, да, центра? Слава богу, нет. Потому что как раз в разномыслии что-то и рождается. То есть, есть простые бесхитростные лобовые реакции. Ну, типа того, что демонстрировал Рамсвельд, да. То есть, когда мы видим за пределами одного хода, мы не видим ничего дальше. Есть удивительно изощренные, как, скажем, бывший директор ЦУРУ, которого, собственно, но сейчас не по профессиональной причине он ушел в отставку, но я вот наблюдал на его слушаниях выступлений в Конгрессе, блестящий совершенно анализ иранской ситуации, афганской ситуации. Когда для человека не существует понятия идеологического врага, либо идеологического друга, для него есть понимание даже не американских интересов, а природы интересов того, с кем ты общаешься. Когда человек понимает, какие мотивы есть у Ирана, причем, кстати говоря, мало кто в Штатах вспоминает, что ядерной державой Ирану предложил быть президентом Эйзенхауэра. То есть, в общем, тогда были другие времена, тогда Иран писался через запятую после Франции и Британии в разделе Гунгайста. То есть, хорошие парни. Те, которые против Советского Союза. Тем не менее, значит, есть замечательное понимание того, когда ты понимаешь, чем руководствует страна, как она будет развиваться, в чем ее законное притязание, и ты понимаешь, как найти баланс. О чем ты можешь договориться, о чем нет. В Америке, как в любой стране, есть политики талантливые, есть политики бездарные, есть мыслители, которые умеют работать со сложными системами, и есть мыслители, которые умеют просто все это сложное упрощать под свое разумение, как и в любой стране. Поэтому дальше вопрос политической борьбы, кто из них будет побеждать. А у нас в России? Я даже боюсь спросить об этом. У нас примерно то же самое. То есть у нас есть, и у нас проблема существует другая. Если в Америке решена проблема доставки знания к системам принятия решений, то есть худо-бедно, как бы там Обама не воспринимал те же самые республиканские сингтенки, которые производят какой-то ресурс знания, как бы ни конкурировали республиканские демократические сингтенки, но они есть в изобилии там и там. И они все в доступе. Более того, каждый из них действует в публичном пространстве и формирует повестку дня. То есть нет проблем что-то донести. Нет проблем, чтобы оно все-таки выплыло. Возникает у нас проблема системная. У нас нет системы доставки знания в системам принятия решений. То есть проблема, которая, кстати говоря, она общая. Она сложилась и, правда, в Штатах она была преодолена партийным образом. У нас она не была преодолена. Система, которая сложилась в 63-м году, когда после того, как после Карибского кризиса американские и советские элиты обнаружили, что главная проблема, проблема безопасности решена, любая инновация реально меняет баланс. Соответственно, чем меньше инноваций, тем устойчивее собственное положение. Безусловно, да. И, соответственно, пошел запрет на производство инноваций, что в Америке, что в штабе, что у нас. И вот это вот негласный запрет, когда по сути целый ряд исследований превратился в имитацию, когда роль ученого сводилась к утверждению существующего порядка вещей, но не к его изменению, потому что непонятно, как жить в реальности. А в этой все понятно. И вот этот вот тренд как-то оказался довольно глубоким. То есть если в Штатах за счет публичной системы все-таки на этот тренд можно влиять, то у нас возникает ситуация, когда властная система, она самодостаточна. Это ее главное заблуждение. Да, да, да. Но дело в том, что их ошибки, опять же, будут сказываться на всем обществе. Абсолютно, да. И получается, что властная система не восприимчива к целому ряду произведенного знаний, которые есть. То есть да, оно есть, можно много чего подбирать, но подбирается только то, что соответствует видению элит, которая сама по себе не подвергается сомнению. И вот эта вот проблема, ну, кстати говоря, не только российская. Это проблема общая постмодерна, просто в России она проявляется более выпукло, нежели в европейских странах. То есть мы все-таки к концу программы приходим к тому, что в определенной степени элиты, вводя эти ограничивающие механизмы, их можно по-разному называть, да, но принцип один, не допустить новой генерации идеи, не допустить нового тренда, главное сохранить то статус-кво, то есть крайне консервативная оппозиция, применительно к любой стране. Ну, Кирилл, это называется интеллектуальная импотенция. Довести и себя, и окружающих до иступления. Я абсолютно соглашусь. К сожалению, я могу только сожалеть. Более того, в таком плохом качестве, как сегодня, человеческое общество находилось очень-очень давно. Потому что к тому, что у нас интеллектуальный потенциал целенаправленно понижается. Ну, как в Америке в 60-е годы запрещали уроки труда, потому что если ты умеешь что-то делать руками, ты забираешь справедливый заработок у плотника, который должен прийти и выполнить тебе заказ, у слесаря, который должен отремонтировать тебе сантехнику и так далее. Поэтому ты не должен ничего иметь, ты должен быть потребителем. Тренд выращивания потребителей, к сожалению, во всем он разворачивался и разворачивается и в Америке, и в Европе, и у нас. При том, что он уже умер, он уже бессмысленен, но тем не менее, все равно он еще идет. Это ухудшает человеческое качество. И самое тяжелое, что ко всему тому же, он снижает уровень взаимного доверия. А это делает вдвойне тяжелым выход на какой-то любой другой уровень. Потому что без доверия очень тяжело выстраивать что-то, надо индивидуально. На чем-то оно должно возникать. Поэтому мы входим в очень тяжелые, очень сложные времена, которые, наверное, проще было бы предотвратить, чем идти по этому пути дальше. И, наверное, нужно опять же смотреть, на чем может быть восстановлены эти структуры межличностного доверия, которые сегодня, ну, как ни крути, находятся в таком реликтовом состоянии. Еще пройдет лет 10-15, и, собственно говоря, про них можно будет только вспоминать, потому что новое поколение не будет обладать опыта вот этими вот навыками и ноу-хау, как и почему можно друг другу доверять. Ну вот на этом мы поставим сегодня в нашу встречу точку, а точнее многоточек. Кирилл, вам огромное спасибо. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, университета МИД России, был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. МГИМО, Университета МИД России,